Добрый день, дорогие друзья! Есид Багамед Фирлан, отдел полевых испытаний компании Сингента. Сегодня 28 февраля, конец календарной зимы. И это оптимальное время для измерения количества снега, выпавшего за зимний период. Мы сейчас находимся на полевом городе Оренбург, на участке с наутилом. Мы попробуем измерить не только высоту снегового покрова, ну и попробуем посчитать количество влаги, которое находится в этом снеге в миллиметрах. Мы посмотрим, какое количество снега находится на стерне с зерновыми и какое количество стерне находится на подсолнечнике. Также мы пройдем на участок с отвальной спашкой и попытаемся также там измерить количество снега. Участок для измерения выбираем ровный, без склона и без оврагов. Набор инструментов для измерения количества снега у нас самый минимальный. Это линейка, цилиндр объемом 1 литр, пакетик и весы. Для начала нам надо измерить глубину снегового покрова. Это будем делать линейкой, просто 10-15 раз измеряя в разных точках. Поехали. 32 40 40 40 40 48 27 45 45 45 40 40 45 40 45 45 44 40 44 55 45 46 46 37 в этом снеге, нам необходимо измерить плотность. Плотность будем измерять вот таким способом. Берем цилиндр, объемом ровно один литр. Это такая заготовка из пластиковой трубы. И опускаем снег где-то на середину глубины и ровный, забитый снегом цилиндр, чтобы его оттуда достать. Так, у нас получается такой полностью забитый цилиндр снегом и объемом ровно один литр. Сейчас мы этот объем взвесим. Включаем весы. Торируем и взвешиваем. Показывает 385 грамм. Таким образом плотность снега у нас получается 385 грамм на литр. Теперь можем просчитать, какое количество воды содержится в этом снеге. Так как мы знаем, что вес снега и воды будет одинаков. В итоге, измерив высоту снежного покрова на различных полях, мы получили следующие данные. Высота снежного покрова оказалась следующая. 32 сантиметра на отвальной спашке, 39 сантиметров по стерне зерновых по наутилу, 48 сантиметров после подсолнечника, составленной стерней также на наутиле. Умножив все эти данные на плотность снега, мы получили количество влаги в миллиметрах на этих полях. Максимальная, конечно же, получилась на поле после подсолнечника, там почти 184 миллиметра. Далее получилось 150 миллиметров по стерне на зерновых по наутилу. И минимальное количество влаги оказалось на накопленной влаге за зиму, это на отвальной спашке. Там почти получилось 119 миллиметров. Конечно, все это количество влаги не будет продуктивным, будут испарения весной. Но для нас эта влага очень необходима, потому что в весенне-летний период у нас, наш регион не балует осадками. И культуры могут расти только на осенне-зимних осадках. Это был полевой город Оренбург. До скорых встреч!